09.10.2024 год. Вы на Большем канале с Олегом Соскиным. Итак, завтра уже будет 10.10.2024. И надо сказать, что интересно ваши ощущения, кто меня смотрит. Но у меня такое впечатление, что что-то должно серьезное произойти. И к этому есть уже целый ряд явлений, признаков, событий, подтверждений, нагнетания, напряжения и в Украине, и в России, и во многих других сферах. Давайте с чего? Давайте с Украины начнем. Итак, Украина поразила, как известно, несколько дней назад. Уже это получается сегодня девятое, уже восьмого горело, седьмого, где-то, наверное, уже третий день горит этот комплекс нефтепереработки, хранения нефтепродуктов в Феодосии. И огромная там база, конечно. Но там не просто база хранилища, там еще, по-моему, и переработка была. То есть, это, конечно, серьезный удар для Путина, для РФ и для Крыма. Как они выйдут с этого положения, сложно сказать, потому что эта база была, ну, она наполнялась соответствующими продуктами для того, чтобы Крым прошел зиму, осень и зиму. И то, что теперь этого всего не будет, это очень большой удар и по Крыму, и по Севастополю. Ну, Севастополь они как-то еще там другим способом поддерживают, но тоже это очень сложно. Плюс это, скажем, прямо экологическая катастрофа реальная, которая может привести к непредсказуемым последствиям. Он в Сахаре дожди идут, что там уже в Марокко, где часть пустыни Сахары, там уже образовались целые озера. И в Алжире, и в других местах. Поэтому это фактически дестабилизация экосистемы Земли, то, что сейчас происходит. Ну, и сегодня украинские подразделения, беспилотники или ракеты, ракеты, наверное, поразили в Брянской области очень большой склад. Такие, как был в Ростовской области, вот этого главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны. То, что под этим Белоусовым Андрюшей находится, а-ля Суворове. Вот, и, конечно, это показывает, что этот Белоусов, он вообще никакой. То есть, ну, это, конечно, в принципе, его надо убирать. Это абсолютно человек, ну, это мелкий человек, который просто надувает щеки, строит из себя что-то. Я уже делал вам видео по этому поводу. Я думаю, что генералы, армейцы, они быстро его, так сказать, обуют в соответствующие эти самые причиндалы и уберут его, конечно, потому что он абсолютно бесполезный и вредный. И он вредоносный. И он вредоносный и для Украины, и для Российской Федерации. Такие, как он, просто не нужны, он просто опасен. Вот, я думаю, его должны быстренько убрать. Есть там соответствующие генералы, депутаты в Российской Думе, я вообще не пойму. Гурулев там, еще там пару человек. Чего они там, блин, мылятся? Видно, что человек же просто уничтожает их генеральский, генеральскую их группу, их корпорацию. Так это, более там, обвиняют в том, в чем они не виноваты. Они просто выполняли те задания, которые им давал напрямую Путин. Поэтому надо начинать с Путина тогда, чтобы Белоусов его пусть пойдет, арестует, а не этих генералов, Иванова и всех остальных. Я думаю, там будет конфликт. Он назревает, он обязательно будет, поскольку, видимо, Путин боится генералов армии. И он поэтому и хочет расправиться с генералитетом, чтобы руками этого Белоусова, который был его помощником, преданный ему до мозга Кольсей, потому что не будет Путина, так как ему Белоусов этот нужен. Опять отправят его туда, в институт, где он там сидел в нарукавниках, как этот щитовод там на этих счетах считал. Ну, посмотрим. Но удар сильнейший Украина нанесла, пробила Брянщину, наконец, потому что ну никак не могли. А теперь уже серьезно поразили этот склад. Там и Кабы, там и эти северокорейские снарядов очень много. То есть, это такая очень мощная штука. И этими Кабами, как известно, оттуда и Сумы постоянно били и Харьковщину. Поэтому теперь, конечно, проблема будет. Ну, увидим. Параллельно, конечно, если брать фронт, то на фронте ничего хорошего нет. Поскольку сейчас московиты атакуют на Запорожском направлении, а там такая ситуация не очень хорошая. Там по прямой 30 километров до Запорожья. Ну, конечно, вот это назначение этого Федорова на этого руководителя администрации в Запорожской области, это была очень колоссальная ошибка. А его поездка туда вместе с Зеленским в эту Пенсильванию, это была не просто ошибка, это колоссальная теперь созданная угроза, парадигмальная Запорожью. Меня удивляет другое же. Запорожье. Столько мультимиллионеров, миллиардеров, столько нормально серьезных людей. В конце концов, там же фактически были лажь, Запорожская сечь. И такие все трусливые, все такие, эти самые, как крысы какие-то, попрятались в норы и сидят. Не можете сами установить, в конце концов, у себя систему, которая бы защищала Запорожье и вашу область. Ну, это разве не стыдно, такие здоровые бугаи сидите, мужики такие, дамы такие умные. И настолько вы какие-то несуразно такие пластилиновые. Ну, как так можно? Ну, как так можно? Ну, ничего, может, надо, чтобы прорыв был, да, они сейчас пойдут на Запорожье, путинские гоблины, тогда начнет Запорожье шевелиться. Таких же, на фронте такая же везде ситуация, ничего этот Зеленский не может сделать, только проводит всякие совещания, вот это, ну, это все разговоры. Разговоры, разговоры, разговоры тянутся, да? А больше ничего и нету. Это как такая жуйка такая, как резинка тянущаяся. Но для нас что здесь очень важно? Это то, что Зеленский вот побыл, побыл немножко, так сказать, в этом, в Украине. Ну, ему, под ним все уже горит, бедненьким. Он очень волнуется, конечно. И он, это самое, быстренько опять убежал. Убежал за границу, побежал в Хорватию. Вот, он сейчас в Хорватии, вот, прибыл он до Хорватии, вот, прибыл до Хорватии. Для зустречи с премьер-министром Андреем Кленковичем, представниками инших краин. Участь будет в третьем саммите Украина-Певдена-Схидной Европы. Вот вся деятельность Зеленского, это только встречи, вы заметили? Какие-то конференции, симпозиумы, саммиты, какие-то вот инициативы, написание каких-то бумаг, документов. Каких-то, вот, в основном, Зеленский это бумажный работник. Это работник бумажного жанра такого. Вот, он больше же ничего не делает. Ну, кому это надо сейчас? Там в Албании идут серьезные столкновения, там еще неизвестно, куда оно может еще и на Хорватию перекинется, или на этот самый, на Косово, Сербию. С премьером Кленковичем говорит ему про продолжение обороны и спивпрати. Говорит ему, ну и говори, говори. Реабилитацию воинов, ну понятно. Украина плюс 12 стран, обговорим о международных усилиях, заради наближения миру, реализации формулы миру, наше спільность с партнерами, реагирование на безопасные выкладки, а также взаимодействие на шляху до Евросоюза и НАТО. Зеленский, конечно, умеет вот это навести, такой вот этот туман, ой, туман, туман, да? Чтобы ничего понять нельзя было. Ну, какое вступление в НАТО и в Европейский Союз? Ну, зачем это наводить, вот этот тень на плите? Ну, зачем людей разводить? Ну, никакого вступления в НАТО нет и не будет. Это все просто фантазмы. И четко заявлено. Сейчас Камала Харрис давала интервью. Ее спросили про вступление в Украину в НАТО. Она говорит, когда придет соответствующее время и будут созданы соответствующие условия. Ну, все. Какие НАТО? Это Трамп, это вообще категорически против вообще расширения НАТО, тем более Украина. То есть, зачем обманывать людей? Ну, вот зачем? Второе. Какой Европейский Союз? Он еле дышит. Сейчас опять начинаются проблемы с Польшей. Сейчас будет блокада границы. Словакии тяжелые какие отношения. С другими странами. В Чехии Бабиш победит скоро. Там кризис идет колоссальный в Чехии. В Германии этого от Шольца уже там остался кусочек уже этой ливерной колбаски. Уже все. В Франции неизвестно, что будет. Ну, какое вступление в Европейский Союз? То есть, это ложь. И вступление в НАТО это. Но надо отвлечь внимание. Надо опять создать пиар-проект. Вот он его создает. То есть, полностью провалился Рамштайн. Все. Я вам делал видео. Посмотрите. Сегодня он стоит. И Насовский Ньюз тоже вчера делал. По горячим следам. Нету никакого Рамштайна. Нету встречи с Байденом. Ни с другими лидерами. Они уже не будут не давать никакого разрешения бить вглубь России оружием. Ракетами. Ракет не дадут. Оружие не дадут. Денег не дадут. Сказала уже это, как Венгрия, Варга, их министр финансов. Будем ждать результатов выборов в Соединенных Штатах. Поэтому никаких 35 миллиардов и 50 миллиардов. Украине никто не даст. Более того, Нидерланды 560 миллиардов уже российских авуаров разблокировали. Не понимаете, нет? То есть это все лживые, лживые заявления, мессенджи, декларации. Для кого они нужны? Для лохов. Для населения. Для карнавального социума в середине Украины. А реальность другая. Чем должен Зеленский заниматься? Шмигаль. Это постоянно, поскольку они не могут обеспечить защиту украинским гражданам. Они должны заниматься компенсацией потерянных автомобилей, бизнесов, домов, квартир, аварий разных объектов. Они должны этим только и заниматься. А не словоблудием своим. Туда поехал Шмигаль, поехал навстречу с Фитцем. Ну и поехал. И чем это все закончилось? Пустышкой закончилось. То есть мы видим с вами, что Фитц сказал. Нет, они не будут поддерживать вступление в НАТО. Въезд, да, еще туда-сюда и все. То есть что-то Шмигаль порешал? Реально. Нет, ничего не порешал. Стратегически. Все такие они. Более того, я полагаю, что, ну, очень опасная ситуация именно сейчас на Запорожском направлении. То есть уже видно, что не в состоянии ни Сирский, ни Зеленский, ни этот Борделович обеспечивать именно даже не то, что наступательный, создать какой-то импульс для армии Украины. А вообще обеспечивать даже оборону самой линии. Ну, поехал Селенский в Хорватию навстречу. Ну и что? Ну, будет он сегодня, завтра будет навстречу. Это что-то меняет? Нет, ничего. Это все бесполезно. Что важно? Вот в самом деле важно. Это телефонный разговор между Байденом и Натаньяку. Это очень серьезно. Фактически они согласовывают сейчас план действий по отношению к Хизбалле, к Хамасу и, самое главное, к Ирану. Они согласовывают список целей, куда Израиль ударит сейчас по Ирану. Для Штатов это кардинально важно, потому что 11-го числа в Душенбее Путин встречается с президентом Ирана. Значит, удары Израиля по Ирану должны состояться вот сегодня 9-е, в ночь на 10-е. И это должны быть очень сильные удары, очень сильные. Поэтому вы, дорогие мои, не расслабляйтесь, потому что в это время Россия ударит обязательно по Украине. Это естественный процесс. Ну и мы должны понимать, как это все будет происходить. То есть, что это означает? Что Штаты занимаются теперь только Израилем, Ираном, Ливаном и Ближним Востоком. Все. Их уже вопрос с Украиной не интересует. И они уже, поскольку Байден отказался от приезда в Германию, это означает, что они уже больше вопросами Украины заниматься не хотят и не будут. Все. У них установка такая. Оружие своих ракет бить вглубь России они не дадут тут. Ну а раз они не дают бить, Зеленскому наступает, конечно, кранты. То есть, как только Запад сейчас отходит от Зеленского, США и другие страны, сразу практически вся внутренняя, остатки внутренней поддержки режима Зеленского внутри падают. Все. Большинство сегодня людей в армии не желает отдавать свои жизни за Зеленского, за Кучму, за дочку Лену Кучму, за Ахметова, за Левочкина, за этих миллиардеров, за этих депутатов жизнь отдавать. Поэтому практически мы уже подошли как бы к завершающему этапу, когда должны прекратиться боевые действия. Для этого есть переговорщики, но для этого надо, чтобы произошла смена власти в Украине, сто процентов. Вот как это произойдет? Кто скажет Зеленскому, что уже пора, как говорится, тебе поехать куда-то на острова? Да. Вот, я полагаю, такая ситуация сложилась на сегодняшний день. То есть, уже, по сути, я вам объяснял, Зеленский уже изгой. И вот эти поездки, его встреча с этими странами, они ничего не дают. Абсолютно не дают. Потому что это страны сами рецепиенты, а не доноры. А доноров очень мало осталось. Раз-два я пчелся. Вы заливаем соски на моем большем канале. Сегодня уже у нас получается 9 октября, 2024 год. До новых встреч.